Мы снова продолжаем программу в центре внимания и говорим сегодня о новой системе исчисления налога на недвижимость, о предстоящем переходе. Ну, в частности, очень много вопросов люди задают, исходя из своих индивидуальных жилищных условий. Ну, и достаточно много примеряют на себе вот этот статус льготных категорий. Несколько слов еще раз все-таки о том, кто является льготником. Вот предварительно вы говорили, Галина Васильевна, что этот перечень расширен достаточно. Да, действительно, этот перечень расширен. Если у нас было при исчислении налога указано 12 льготных категорий, то сейчас их 15 льготных категорий. И дело в том, что вот, например, если у нас раньше была такая категория льготников, как участники гражданской войны, Великой Отечественной, других боевых операций, и никак не учитывались ветераны боевых действий, и шел вопрос, почему я не могу пользоваться льготы, то сейчас добавились именно ветераны боевых действий, добавляются еще и граждане, подвергшиеся радиационному воздействию. То есть я бы советовала внимательно посмотреть, какой категории льготы на вас распространяется, какая льгота. Предоставить документ, подтверждающий эту льготу, чтобы можно было посмотреть, каким образом можно либо полностью быть освобожден от налога, либо частично идет какое-то освобождение от налога. И вот этот переходный период, именно до 2020 года, он и позволяет человеку разобраться во всех тонкостях, нюансах, начислениях и исчислениях этого налога. Чтобы не было, как говорится, шоковой терапии, когда действительно у тебя налоговое уведомление на 200 рублей за этот год, а на следующий сразу 18 тысяч. Снова к нашему разговору готовы присоединиться телезрители. Есть вопрос, пожалуйста, представьтесь и задавайте свой вопрос. Здравствуйте, я проживаю в городе Артеме. В этом году мы завершили строительство частного дома. Такой вопрос, налоговая ставка по районам Приморского края, она отличается или она абсолютно одинакова? То, что Артемовский городской округ, Партизанский район, Владивосток, налоговая ставка какая? Одинаковая или разная? Спасибо. И могут ли, я просто дополню вопрос, могут ли муниципалитеты здесь вносить какие-то свои коррективы? То есть есть ли у них такие права? Да. Безусловно, налоговые ставки разные по городам и поселениям, поскольку налоговые ставки определяются конкретно каждым муниципалитетом. Если у вас дом сдан в этом году, в этом году, как уже сказала Галина Васильевна, у нас еще идет исчисление от инвентаризационной стоимости, ваш дом не имеет инвентаризационной стоимости, налог вы пока не выплачиваете. А когда будет вводиться кадастровая стоимость, ведется, вот через год после окончания налогового периода будете выплачивать, и ставка будет индивидуально в каждом муниципалитете определяться нормативно-правовым актом этого муниципалитета. Налоговый кодекс определил ставку в 0,1%, а муниципалитет может ее снизить, вплоть до того, что обнулить, а может увеличить, но увеличить не более чем в три раза. Ну и известно, сколько регионов России уже перешли на новую систему налогообложений. Что говорит их, может быть, опыт? Ну, понятно, что все внимательно наблюдают за опытом соседей, в том числе в Дальневосточном федеральном округе. 28 регионов с 1 января 2015 года уже перешли на исчисление налога на имущество от кадастровой стоимости. Среди наших дальневосточных соседей это Амурская, Магаданская и Сахалинская области. Чукотский автономный округ уже определился с этой единой датой, а законодательно установлено 1 января 2016 года. Все остальные наши соседи пока еще находятся в стадии обсуждения, так же, как и мы. Но напряженности никаких нет. И вы знаете, на сегодняшний момент, вот мы общаясь с коллегами, они говорят, что действительно проводят большую разъяснительную работу, вопросов много, но никакой социальной напряженности нет. То есть люди понимают, что это налог и платить его нужно. Ну, есть еще один звонок в студию. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Вам звонит Олег Александрович. Мы вам сказали, что дарили. Мы приобрели дом непотечно к здесь, дарили. И перед начальством домов было, естественно, материнский капитал. У нас 4 детей. И одна плата, естественно, идет домовая дитя. У нас идет дом 42 квадратных метра. И где-то в 13 идет земельный участок. Это люди хотели бы узнать. Какие-нибудь в годы мы говорили, что мы по поводу, как платить налог нам по поводу этих 42 квадратных метров и земельный участок. Да, не очень хорошая связь, но тем не менее. Насколько я поняла, значит, если дом 42 квадратных метра, и когда у нас будет исчисление от кадастровой стоимости, то платить налог за этот дом не придется. Потому что дом с квадратурой менее 50 квадратных метров налогообложению не подлежит. Если сейчас у вас, вы этот дом приобрели, и у него есть инвентаризационная оценка, то вам начислен будет налог, исходя из инвентаризационной стоимости за этот год, за 2014 год. Если вы приобрели в 2015, то вы налог в этом году за него платить не будете, будете платить только в следующем. Вопрос, какими вы обладаете льготами, если у вас этот вопрос, вы нигде не можете его узнать, вы можете обратиться в налоговый орган, и вам там объяснят, это в городе Спаске, международная инспекция номер 3, вам объясняют, какая льгота, и какой нужно предоставить документ для того, чтобы правильно произвести налог, исчисление налога на имущество. Ну, как мы видим, очень много нюансов. Должен человек учитывать, пытаясь рассчитать самостоятельно этот самый налог. Насколько я понял, тоже и год постройки здания имеет значение при расчете. То есть, чем старше здание, тем, соответственно, меньше налог. Есть такая зависимость? Нет, такой зависимости нет. Чем старше здание, тем меньше налог. Налог у нас, инвентаризационная стоимость, она не менялась. И она ни в сторону увеличения, ни в сторону уменьшения. Но, тем не менее, в этом году, произведя исчисление налога от инвентаризационной стоимости, мы применяем коэффициент дефлятор 1,147. То есть, если у нас была инвентаризационная стоимость 250 тысяч, мы умножаем на 1,147, получаем стоимость и умножаем на ставку налога. Если дом имеет кадастровую оценку, в этом году мы не сможем произвести начисление налога. Здесь у нас идет не год постройки, а именно оценка. Стоимостная оценка играет роль. Скажите, где человек может получить подробную консультацию, исходя из своих жилищных условий, исходя из той недвижимости, которую он обладает? Кому ему адресовать свои вопросы в этом смысле? Понятно, озабоченность людей. Вопросы, если исчисление правильности кадастровой стоимости, это нужно обращаться в Росреестр. И там у них, значит, непосредственно на сайте есть даже непосредственно, как можно узнать кадастровую оценку дома. Если вопрос по исчислению налога, это в налоговые органы. Помимо всего прочего, мы проводим разъяснительную работу. Мы проходим ряд публикаций в газетах, проводятся непосредственно разъяснения на радио. Но если человек все-таки затрудняется и хочет конкретно применительно к себе, он может письменно обратиться в налоговый орган, либо через сайт службы, либо написать письмо, либо лично прийти и получить консультацию в отделе по работе с налогоплательщиком. Я бы хотел уточнить у наших экспертов их аргументацию, зачем нужен переходный период. Может быть, имеет смысл все-таки перейти в 2020-м, как это федеральный законодатель определил, насколько я понял. Вот какие аргументы за... Позвольте мне. Да, пожалуйста. Значит, в ходе изучения данного закона мы вышли, скажем... Ну, в данном вопросе существует два подхода. Первый подход – ничего не делать и с 1 января 2020 года платить тот налог, который определен законом. Второй подход – значит, это, допустим, проявить инициативу и с 1 января 2016 года определить дату исчисления этого налога на территории Приморского края. Что мы будем иметь, если мы с 1 января 2016 года введем этот налог в действие? Ну, первое. Вот те многие вопросы, которые сегодня задают граждане, какие льготы распространяются, как они будут уплачивать налог, какова кадастровая стоимость их объекта недвижимости. Я думаю, у них будет время во всех этих вопросах разобраться. Это первое и достаточно важная деталь. Второе. Главы муниципальных образований будут иметь возможность разобраться на своей территории по списку льготников, кто обладает льготой, какой льготой, продумать и ввести ту ставку налога, которую предусматривает закон. А он предусматривает вилку 0,1-0,3%. Исходя из своей территории. Плюс, так сказать, муниципальное образование имеет право вообще обнулить ставку налога до нуля и освободить определенную категорию граждан от уплаты этого налога. То есть сегодня граждане платят. Если глава муниципального образования и орган представительного власти посчитает, что вот эта категория граждан нуждается в налоговом воспреждении, этот налог могут обнулить. Второй достаточно такой серьезный аргумент в пользу того, что все-таки более разумно налог ввести немножко пораньше, с 1 января 2016 года. Третья – налоговая служба получит практику и опыт исчисления налога, сбора налога, решение всех тех проблем, которые будут возникать у граждан. Четвертая – кадастровая служба, которая сегодня провела кадастровую оценку, и у людей возникает очень много вопросов по этой оценке. Она будет иметь возможность или изменить эту кадастровую стоимость, или как-то отреагировать на запросы граждан. Понятно. Ну, прежде чем предоставлю вам слово, предлагаю еще один звонок в студию выслушать. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Меня зовут Геннадий Александрович, я житель города Владивостока. Вот пожалею, я, в принципе, вот из вашего этого все понял. А как рассматриваются другие объекты недвижимости – гаражи, дачи? Заранее спасибо. Да, хороший вопрос. Хороший вопрос. Дело в том, что как рассматриваются гаражи и дачи? Давайте смотреть еще, как у нас право собственности оформлено или нет, и произведена ли оценка этих гаражей и дач. Потому что мы можем начислить налог только на тот объект, который имеет право собственности и который оценен. Поэтому сейчас и проводится очень большая масштабная оценка и проводится инвентаризация гаражей, дач. И многие этим вопросом сейчас занимаются. Поэтому как только к нам будут переданы сведения о том, что у вас собственности имеется гараж, у вас собственности имеется дача, будет нам известна их оценка. В зависимости от этого мы и будем производить соответствие с теми налоговыми льготами, которые предусмотрены по этим объектам. Ну и ваше мнение, нужен переходный период или давайте в 2020-м все это? Мое мнение, конечно же, переходный период нужен и я соглашусь со всеми здесь присутствующими в студии, которые говорили о том, что гораздо проще и легче разобраться в хитросплетениях налога во всех начислениях, во всех льготах, которые мы имеем, которые мы имеем право заявить и получить уже на выходе определенный результат, чем когда на тебя это обрушится целый шквал и человек даже не сможет разобраться, за какую квартиру он должен платить, за что он не должен платить, в каком объеме он платит, в полном либо не в полном объеме. И постепенный переход действительно и льготы, предоставленные муниципалитетами, помогут человеку разобраться. Потому что сколько бы ни велась эта работа, вопросы всегда будут. Наталья Викторовна. Потом мы же начинали с этого, что каждый уровень власти имеет свои полномочия в предмете налогообложения. Поскольку данный налог местный, введен он федеральным законодательством, а на территории каждого муниципалитета устанавливается местной властью. Так вот, краевой власти дано одно единственное право установить единую дату, с которой этот налог будет исчисляться из кадастровой стоимости. Для чего федеральный законодатель это сделал? Да потому что во многих субъектах комплексной кадастровой оценки еще не проведено. В Приморском крае такая кадастровая оценка проведена в 2012 году, утверждена постановлением администрации. Поэтому у краевой власти нет оснований не ввести эту единую дату и не передать полномочия, законные полномочия муниципалитетам для того, чтобы они работали со своей налогооблагаемой базой, вели диалог с населением по утверждению тех или иных ставок и дополнительных льгот. Еще на минуточку муниципалитеты имеют право вводить дополнительные льготы. Многие из них этим правом воспользовались. В городе Владивостоке у нас уже существуют дополнительные льготы. Это для детей-сирот, для детей, которые лишены родительской опеки, и для людей, которые до 24 лет, также из числа детей-сирот, и из числа детей, которые лишены родительской опеки. То есть для того, чтобы муниципалитетам определиться с кругом всех этих вопросов, и дан был вот этот год, не вводили с 2015, а решили с 2016 года ввести. Но теперь у нас нет оснований не ввести эту дату для того, чтобы муниципалитеты в полном объеме могли восполнить свои бюджеты. Ну и кроме того, вот эта налоговая справедливость, когда у нас практически больше половины людей сегодня просто не уплачивает этот налог. Мне кажется очень важным, что на территории Приморского края вот проходит такая общественная дискуссия, обсуждение вокруг введения вот такого налогоисчисления. И, собственно, и глав муниципальных образований, я знаю, собирали, да, и мнение их выслушивали, и общественная палата, да, периодически собирается по этой теме, тоже высказывает, собственно, мнение открыто. И мне кажется, вот в этой дискуссии, собственно говоря, вот это коллективное мнение на территории Приморского края и победит, что называется, да. Ну, от себя хочу добавить, что в цивилизованных странах часто у нас с гордостью говорят, вот я исправный налогоплательщик, и это дает мне право, в свою очередь, требовать от государства исполнения своих обязанностей и подробной информации, на что же тратятся мои налоги. Вот, мне кажется, такой сценарий поведения гражданина абсолютно разумен, логичен и справедлив. Спасибо за внимание. Всего вам самого доброго. Вы смотрели программу «Центр внимания». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова